По поводу Норвегии, он однажды заявил, ну так он отказывался от всяческих показаний, вот, а однажды заявил, что желает побывать в тюрьме в Норвегии именно. Это страна викингов, а для него это престижно. А может, Дацик рвался в Норвегию, потому что знакомые рассказали, насколько там либеральное законодательство? Законы Норвегии запрещают выдавать людей, если есть угроза жестокого обращения или пыток по месту выдачи. Российская тюрьма, по меркам Норвегии, является пыткой жестокое обращение, она не подходит под категорию содержания заключенных. Становится понятно, почему Рыжий Тарзан стремился именно в Норвегию. Но как ему удалось туда добраться? Вот что говорит сам Дацик. На лодке? А викинги как в Америку плавали? На лодках? Там на веслах, я хоть на моторе, быстренько. У Концовки еще там пришлось погрести на веслах, он в мозоли понатеркнул. Как викинг, на веслах. Возможно, лавры Федора Конюхова или Тура Хиирдала не дают ему покоя. Однако версия Дацика, что на лодке он прошел по Балтийскому и Северному морям полторы тысячи километров всего за два дня, выглядит фантастической. Правда, сам он утверждает, что попал в Норвегию по ошибке. Я вообще думал, что я в Финляндию причалю. Судя по всему, Дацик в школе учился плохо и слабо представляет, где находится Норвегия и как непросто до нее доплыть. А ведь географию Вячеславу преподавала его родная мама, которая, кстати, и вовсе не знает, как ее сын оказался в Ослов. Как Слава до Норвегии добрался, я не знаю. Потому что он вроде как хотел, говорили его друзья, пойти во французский легион, чтобы, ну, семь лет отслужить в этом легионе. А оказался, когда в Норвегии, ему тоже удивились, почему именно в Норвегии, а не в легионе. Семья Дациков родом из города Сланцы. Это небольшой городок, недалеко от границы с Эстонией. Здесь находится школа номер один, где и учился Вячеслав. Слава закончил школу в 93-м году. Это худенький, небольшого роста мальчишка. Ничем особо не отличался. Единственное, что был очень крепкий, спортивный. После школы Вячеслав серьезно занялся единоборствами и вскоре перебрался в Санкт-Петербург. Его родители к тому времени уже вышли на пенсию. Потом вот они уехали в Отрадное жить. В Отрадное у них там дача, а в Сланцах у них квартира двухкомнатная. Родители пенсионера и сегодня живут в Сланцевском районе Ленинградской области. Это их дом в поселке Отрадное на берегу реки Нарва. Прямо на границе с Эстонией. Рядом с забором их дома пограничный столб. Вот это острова, это наша территория. А та уже сторона, вон там буи стоят, красные буи. Это уже за буи как бы заплывать нельзя. Территория уже эстонская. Скорее всего, никакой лодки не было вовсе. После побега дацик мог сесть на маршрутку в Санкт-Петербурге, заплатить 250 рублей и доехать до Сланцев. А дальше в Отрадное, к границе. Еще с детства он знал здесь все тайные тропы. Причем не только с российской, но и с эстонской стороны, где жила его первая любовь. С девчонками он, в общем-то, мало как бы знакомился. Была у него одна в Эстонии. Да, восьмой, девятый класс. Он туда к ней приезжал. Родители дацико утверждают, что сына после побега из психушки не видели и с ним не общались. Со мной он на связь не выходил. Потому что это, если бы он позвонил мне, сразу бы он обнаружил свое местонахождение. Поэтому он выходил на связь с другими, они мне передавали. Совершенно точно, что если Рыжий Тарзан и заявился в Отрадное, свои бы его не выдали. Но подставлять близких ему было вовсе не обязательно. Мест, чтобы перейти на сопредельную сторону, здесь предостаточно. О том, как можно без особых проблем пересечь границу, нам поведал и местный таксист. Буквально вот на прошлой неделе я по левым паспортам вообще просто другие личности. Люди притворились со свадьбы пьяными якобы. Я просто здоровья отвез людей. Ну, это что, ну, не бред, бред. Выходит, Дацик мог самостоятельно перейти границу с Эстонией. Однако добраться оттуда до Норвегии без посторонней помощи ему вряд ли бы удалось. Но кто мог ему помогать? Я вам не скажу, кто ему помогал пересекать границу. Мне неизвестны нюансы. Просто если бы вы были чуть-чуть в теме, то вы бы увидели, что с себя представляет граница между Россией и Эстонией. Но ее де-факто нет. Я вот недавно был на эстонской границе по своим делам. Мне надо было пообщаться. Я перешел через границу, пообщался с человеком. Ну, так вот. Словно, гачи с КПП, там, 500 метров. Единственное, кто меня пропалил, это мой телефон там, который мне прислал, что я в Романге, Эстонии, нахожусь, и все. Путь на пароме от Таллина до Стокгольма занимает 17 часов. Оказавшись в Швеции, Дацик мог сесть на рейсовый автобус, заплатить 60 евро и через 7 часов оказаться в Осло. Его, скорее всего, там посадили, на паром. А может быть, и приехали там. И здесь его с парома сняли. По-моему, со всей толпой вышли и спокойно привезли. То есть, я не думаю, что здесь какие-то элементы мистики, какие-то, да. Обычный транспорт, обычные билеты, обычные... Весь путь Дацико от Санкт-Петербурга до Осло занял около двух суток и стоил ему не более 7 тысяч рублей. В Осло Тарзана поселили в тату-салоне некоего Стаса Приходько, тоже националист. Там Евгений Дьяконов впервые увиделся с Рыжим Тарзаном. Поздоровались, причем головами так ударились сильно. То есть, у него сразу, он обнимался, как будто я его друг там какой-то... Дьяконов отправил Дацико и его друзей к человеку, который подсказал им план дальнейших действий. Он дал им консультации все. Вот, наверное, не бесплатно. Вот, и все. И через день они пошли сдаваться в полицию. При этом сделав с точностью все наоборот, что он им сказал. Там, видать, какая-то легенда же нужна. Определенно. Следуя совету, Рыжий Тарзан заявился в полицейский участок с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Удивительно, что Дацик пришел в участок с заряженным пистолетом и все происходившее снималось с его друзьями на мобильный телефон. Этот человек заявляет, что он просит политического убежища в Норвегии. Чего он хочет? Он ищет защиту норвежского государства. Он приехал сюда на лодке с оружием и хочет добровольно сдать вам оружие. Он русский? Да, сейчас напишу его имя. Он сбежал из российской тюрьмы. Норвежский полицейский при виде громилы с оружием в руках были, мягко говоря, удивлены. Это непривычная ситуация. Кто-то заходит сюда, подает прошение о предоставлении ему политического убежища в Норвегии, и он с оружием. Но зачем Дацик взял с собой оружие? Почему пришел со свидетелями? Похоже, что все это было сделано для того, чтобы дать норвежской полиции однозначный повод для своего ареста. Его арестовали, потому что он пришел в полицейское отделение миграционной службы заряженным пистолетом. Он сказал, я Дацик из России, вот мой пистолет. Иметь заряженный пистолет здесь незаконно. За это его и арестовали. Именно благодаря этому пистолету Рыжего Тарзана и арестовали. Они депортировали сразу на родину. В тюрьме Дацико вскоре освидетельствовал врач. На этот раз уже норвежский. Его посещал полицейский врач. Очень опытный психиатр, работающий с преступниками. И он сказал, что Дацик нормальный, не сумасшедший. Ему не требуется лечение. У него свои взгляды, но он может их отстаивать. Он не сумасшедший. Тюрьма, где сейчас содержится Дацик, больше напоминает санаторий. Удобная кровать, вкусная еда. Ежедневно за содержание здесь Дацику выплачивается 140 крон. В пересчете на российские рубли получается около тысячи. Выплачивают эти деньги каждому заключенному. Либеральные норвежские законы также позволяют рыжему Тарзану открыто заявлять о своих экстремистских взглядах. Когда Дацик на первом заседании суда увидел журналиста с темной кожей, он сказал, уберите этого парня из зала суда, или я его съем. Потом я вспомнил этот случай и сказал Вячеславу, когда тебя переведут из одиночной камеры, и ты встретишься с другими норвежскими заключенными, многие из них темнокожие, пожалуйста, не ешь их. И Дацик ответил, ладно, обещаю, не думаю, что они будут вкусными. Российская генпрокуратура направила норвежским властям запрос на экстрадицию Вячеслава Дацика. В зависимости от решения суда Дацик будет либо депортирован, либо останется в Норвегии. Если говорить о выходцах из России, то большинство их прошений бывают отклонены. Если вы являетесь этническим русским, то, вероятно, у вас практически не будет шансов получить политическое убежище в Норвегии. Если же причиной является судебное преследование или дискриминация, то ваши шансы, конечно, увеличиваются. Сейчас Вячеслав Дацик сидит в тюрьме. По его делу уже было несколько заседаний норвежского суда, но никаких решений пока не принято. Защита Дацика настаивает на том, что в случае его депортации в Россию «Рыжий Тарзан» будет подвергнут насилию и дискриминации. Если они предоставят эти доказательства и судья сочтет эти доказательства обоснованными, то, я думаю, что депортацию Дацик может быть забыть. Я не представляю, как он будет ходить по острову в вечернее время. Мы сейчас видим вот эта вот пестрая публика, которая здесь есть. То есть и арабы, и негры, и турки, кого здесь только нет. Буквально каждый норвежец знает об истории Вячеслава Дацика. Происходящее с ним они оценивают в целом единодушно. Я слышала о нем, что он опасен и покалечил много людей. Не знаю, может быть, его отправить обратно? Я был бы шокирован, если бы ему предоставили политическое убежище. Он же в тюрьме, не так ли? Поэтому я не думаю, чтобы он был особенно опасен. Но мы не хотим подобных жестоких неонацистов здесь, в Норвегии. Сам Вячеслав не теряет надежды на благополучный исход дела. Он уже строит смелые планы на будущее. После независимой королевства и тут все-таки я надеюсь, поляной рулит король. И я надеюсь, что все-таки мне предоставят убежище и право выступать под флагом Норвегии на боях. Норвежский суд пока еще не сказал решающего слова в этом деле. На сегодня ясно только одно. Заурядный преступник, прикинувшись сумасшедшим, ухитрился обвести вокруг пальца всю российскую правоохранительную систему. А сейчас пытается сделать то же самое и с норвежской. Удивительно ведь, если одному неадекватному типу вот так просто удалось обмануть власти, то чего можно ожидать от более изощренных преступников? СМЕХ